Привет, мои дорогие! Рада видеть вас у себя на канале! И в этом видео я хочу показать вам, что можно приготовить бюджетное, но тем не менее очень вкусное на праздничный стол на семью из 3-4 человек. Внизу под видео будут тайм-коды на интересующие вас рецепты. Сначала я приготовлю торт, так как он требует подготовки. Коржи можно испечь за 2 дня, ну а собрать его за день до праздника. Я буду использовать 2 разных рецепта шоколадных коржей и скомбинирую их в одном тортике. Готовим первый бисквит. К стакану муки я добавляю 10 г разрыхлителя, у меня это 1 пакетик, и 2 столовые ложки какао-порошка. Все хорошо перемешиваю. Теперь мне нужно взбить 2 яйца, у меня 2 крупных яйца отборной категории. К ним добавляю стакан сахара и взбиваю миксером до пышности. Далее к яйцам добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Тщательно перемешиваю и просеиваю сюда муку вместе с какао и разрыхлителем. Смешиваю тесто до однородности и можно выкладывать его в форму для выпекания. Форму обязательно нужно простелить пергаментной бумагой и снизу из краев. Выпекаю будущий корж в духовке разогретой до 160 градусов в 40-45 минут. И, конечно же, готовность будем проверять зубочисткой, потому что духовки у всех разные, поэтому проследите за этим моментом сами. Далее готовому коржу нужно дать немного остыть в форме. Где-то через 30 минут я его достаю, снимаю с него бумагу и даю ему остыть на решетке. Следующий вариант шоколадного бисквита я рекомендую попробовать приготовить заранее, не прямо перед праздником, чтобы посмотреть, устраивает он вас или нет. Потому что по этому рецепту бисквитики обычно выпекаются тонкие в виде блинчиков на сковороде, так как бисквит получается очень влажным и очень нежным, когда вы выпекаете его в форме, в высокий. Он очень сложен в работе, он разваливается. Я тоже, кстати, повредила один корж при работе, поэтому использовала только два, но зато он безумно вкусный. Если вы боитесь испортить торт, то лучше испечь два коржа по первому рецепту. Если же вы все-таки не боитесь экспериментов, то давайте готовить. Я беру 2 стакана сахара, к сахару добавляю 2 стакана муки, добавляю 3 четвертых стакана какао-порошка, чайную ложку разрыхлителя, чайную ложку соды и чайную ложку соли. Все сухие ингредиенты тщательно перемешиваю, добавляю 2 чайные ложки ванилина, разбиваю 2 яйца и вливаю стакан молока. И это еще не все, добавляем полстакана растительного масла и все хорошо тщательно вымешиваем до однородности. Это достаточно трудно сделать руками, поэтому я воспользовалась миксером. И когда уже все ингредиенты хорошо смешались, я добавляю туда стакан кипятка. Тесто получается очень жидким, я говорю об этом сразу, поэтому и пропекаться в форме в духовке оно будет долго. Можете выпечь его в виде блинчиков на сковороде, это будет быстрее и удобнее. У меня корж простоял в духовке, разогретой до 180 градусов. Сначала 35 минут, потом я температуру убавила до 140 градусов и он простоял еще час. Коржи я выпекла заблаговременно за 2 дня, поэтому обмотала их пищевой пленкой и убрала на ночь в холодильник. Уже на следующий день я занимаюсь сборкой торта. По первому рецепту корж у нас разделился на 2 части, по второму на 3, но одну я, к сожалению, повредила. Занимаюсь приготовлением крема. Я беру 2 пачки мягкого творога, не зернистого, это 400 грамм. Добавляю к творогу 350 грамм сметаны 20%, 150 грамм сахара и 3 пакетика ванильного сахара по 10 грамм. Это все ингредиенты для крема, теперь нужно все тщательно перебить блендером до однородности. И после того, как я перебила все блендером, для большей какой-то воздушности и пышности я еще взбила все это миксером. Крем получается безумно вкусный, в меру сладкий, очень сытный и очень-очень нежный. Далее каждый корж я смазываю этим кремом. Сейчас он достаточно жидкий, но после того, как торт постоит в холодильнике, он загустеет. Я, к сожалению, не тортодел, не часто делаю подобные вещи, поэтому торт у меня получился, ну вот такой вот по-домашнему кривенький, но зато он очень-очень вкусный. Торт я убрала на ночь в холодильнике и на следующий день занялась приготовлением глазури. Для приготовления глазури я смешиваю 3 столовые ложки сметаны, у меня 20% добавляю 3 столовые ложки сахара с горкой и 1 столовую ложку какао. Все хорошо перемешиваю и ставлю на огонь. Держу на небольшом огне до полного растворения сахара, и как только сахар растворился и смесь начинает закипать, я добавляю туда 20 г мягкого сливочного масла комнатной температуры и снимаю сразу же с огня. Масло я уже промешаю вне огня. Этой глазурью я покрываю торт сверху, и изначально я планировала покрытие этой глазурью только вверх тортика, а бока оставить открытыми. Но затем я все-таки решила и на боковые части тортика тоже нанести глазурь, и мне кажется, что получилось вполне себе нормально. Но все-таки сборка торта уже не относится к рецепту, поэтому вы можете собрать его как вам нравится, как вам угодно, украсить чем вам нравится. Я показала вам только рецепт крема и рецепт бисквитов. Украсила я торт различными сладостями, покупала зефир розовый, белый, шоколадный, различные маршмеллоу, шоколадки, и просто все это наломала, нарезала, выложила так, как мне нравится, так как я посчитала, что это выглядит красиво, и мне кажется, что получилось вполне себе достойно. Я повторяюсь еще раз, торт безумно вкусный, он очень-очень влажный, коржи не нужно будет ничем пропитывать, он не слишком сладкий, все очень в меру, все очень вкусно, поэтому обязательно попробуйте приготовить. На горячее я решила приготовить запеченную свиную корейку. У меня вот такой вот кусок на кости, полтора килограмма весом, и я его сначала обильно присаливаю солью. На такой кусок нужна 1 столовая ложка соли и примерно чайная ложка перца. Хорошенечко его промазываю, втираю специи прямо в мясо, и теперь делаю своего рода маринад. Я беру 1 столовую ложку оливкового масла, добавляю столовую ложку горчицы, я взяла баварскую, она придаст дополнительный пикантный аромат мясу, и сюда же добавляю столовую ложку меда. Всю смесь хорошо перемешиваю, и теперь добавляю специи к мясу, можно в принципе сразу их добавить в маринад. Я беру специи для мяса, уже готовая смесь, и сладкую паприку. Обмазываю специями мясо и добавляю маринад. Снова все обмазываю со всех сторон обязательно, это нужно сделать очень тщательно. И обратно убираю мясо в емкость, закрываю тщательно пищевой пленкой, и на ночь убираю его в холодильник. Мы будем готовить его уже на следующий день, за это время мясо шикарно промаринуется, оно будет очень нежное и очень-очень вкусное. На следующий день я корейку просто перекладываю в форму, в которой буду ее запекать, остатки маринада распределяю сверху. Лучше мясо выложить именно салом вверх, так получится гораздо вкуснее, и затем тщательно скрываю все фольгой. Как вариант, под кусок мяса можно разместить любые овощи, картофель, морковь, либо какую-то замороженную смесь, и тогда у вас будет и мясное, и гарнир сразу же 2 в 1. Убираю мясо в духовку, разогретую до 230 градусов, и выпекаю при этой температуре 20 минут. Затем не открываю дверцы, температуру я убавляю до 170 градусов, и готовлю еще час-полтора, в общем, смотрите по размеру своего куска и по своей духовке. Затем я сняла фольгу и дала ему еще минут 10 подрумяниться. Далее готовлю горячую закуску, помидорки нарезаю мелким кубиком, беру половинку ветчины, тоже нарезаю мелким кубиком, немного сыра натираю, и также добавляю туда зелень, у меня петрушка и укроп. Все это перемешиваю вместе со сметаной, сметану, конечно же, можно заменить на майонез при желании, и на этом начинка готова. Добавлять я ее буду в корзиночки из слоеного теста, если у вас есть время, можно вместо корзиночек, к примеру, испечь какие-то маленькие булочки. Но со слоеным тестом быстрее и удобнее. Пиалкой подходящего размера сделала кружочки, слегка смазываю форму для маффинов растительным маслом, и размещаю каждый кусочек теста в углубления, формируя что-то вроде корзинки. Для того, чтобы дно корзинки не поднималось, я протыкаю его вилкой и уже добавляю начинку. Убираю корзиночки в духовку, разогретую до 200 градусов, буквально на 15-20 минут, этого обычно достаточно. Они очень вкусные, они действительно очень вкусные, очень сытные, и начинка может быть абсолютно любая на ваш вкус, даже с грибами. Ну а следующее, что я приготовлю, это слоеный салат с тунцом. Я взяла баночку тунца и слегка разминаю ее вилкой, и я взяла вместе с жидкостью, но рекомендую все-таки жидкость слить, потому что получился явный перебор. Далее я беру свежий огурчик и нарезаю его тоненькой-тоненькой соломкой, ну так как у меня это получается. Заранее я отварила яйца, отделяю белки от желтков, отдельно натираю белки и отдельно натираю желтки. Также у меня отварена одна небольшая морковка, которую я натираю на крупной терке, и также кусочек сыра, который тоже натираю на крупной терке. Теперь будем собирать салат. У меня нет специального кольца для сборки салатов, поэтому я сделала его просто из фольги, необходимого мне диаметра, размера, высоты и скрепила степлером. Первый слой у нас идет белок, я его утрамбовываю и смазываю тонким слоем майонеза. Далее идет тунец, точно так же его распределяю, утрамбовываю и снова смазываю тонким слоем майонеза. Я думаю, что при желании майонез можно заменить либо на сметанку, либо на греческий йогурт, что-то такое, либо сделать какой-то свой соус. Далее идет слой сыра, снова слой майонеза, потом свежий огурчик, снова слой майонеза, вареная морковка и снова майонез. Ну а сверху уже все это дело красиво припорошим яичным желтком. Салат получается очень-очень красивый, но сразу же кольцо не разбираем, убираем в холодильник его хотя бы на час, для того, чтобы он, так сказать, стабилизировался. Но потом уже форму можно снять и получается вот такой нарядный, красивый и самое главное достаточно легкий салатик, если, конечно, вы не переборщите с майонезом. Далее готовим холодную закуску, рулетики из лаваша и для начинки я беру упаковку крабовых палочек, нарезаю мелким кубиком. Также беру 3 вареных яйца, тоже нарезаю мелким кубиком. Сыр натираю на мелкой терке, добавляю еще зеленушечку, у меня укроп и петрушка. Заправляю все это майонезом и начинаю складывать рулеты. Беру лаваш и смазываю его плавленым сыром. Я взяла с ветчиной, но это не принципиально, можно взять обычный сливочный. Далее я выкладываю начинку и также распределяю ее по длине всего лаваша и закрываю вторым лавашиком. И на втором лаваше я проделываю то же самое. Далее я с двух краев подрезаю все излишки, которые будут мешаться и будут некрасивые и заворачиваю рулет. Лаваш достаточно длинный, поэтому рулет я решила разделить на две части просто пополам. И у меня получится 2 рулетика. Сразу же нарезать его нельзя. Рулеты нужно завернуть в пищевую пленку и убрать их в холодильник тоже хотя бы на часик. Для того, чтобы они тоже отлежались немного, приняли нужную форму. А уже через часик их можно будет достать, нарезать и красиво выложить на блюдо. Это тоже очень сытная и вкусная закуска. И ее можно использовать как холодную закуску. Или как вариант, как сделала я, можно еще в дальнейшем и запечь в духовке. Что в холодном, что в горячем виде, эта закуска очень-очень вкусная. Ну и последнее, что я приготовила, это бутерброд с горбушей. Горбушу я солю сама. Я уже не раз показывала, как это делаю, но сделаю вставку из прошлого видео еще раз. Я очистила ее от кожи и от костей. Нарезаю тонкими-тонкими кусочками. Это очень быстрый способ засолки. Буквально 15 минут нам потребуется. В литр горячей воды я добавляю 5 столовых ложек соли, перец горошком, пару лавровых листиков и 2 столовые ложки сахара. Нужно дождаться, пока сахар и соль растворятся, и вода остынет. В уже остывший маринад я добавляю тонко нарезанные кусочки рыбы. Если у вас рыба нарезана потолще, то и времени нужно потребоваться подольше. Таким вот полупрозрачным кусочком обычно хватает 15 минут для того, чтобы хорошо просолиться. По истечении этого времени я достаю рыбку из маринада и начинаю укладывать ее в контейнер. Первым слоем идет растительное масло, и затем я выкладываю в один слой рыбку и смазываю маслом. Слой рыбки и смазываю маслом. Все, можно убирать в холодильник. Уже завтра ее можно будет готовить. За основу бутерброда я взяла багет, смазываю его творожным сыром, обычным сливочным, без добавок. Мне очень нравится сочетание этой рыбки именно с творожным сыром и в сочетании с маслом. И выкладываю по кусочку рыбки. Кстати, также забыла сказать, добавьте в маринад еще столовую ложку коньяка или виски. Это придаст рыбке особую нежность и очень-очень интересное послевкусие. Вот такие вот получаются бутербродики. Если у вас есть гриль, багет можно еще и подсушить на гриле, будет еще круче. Но у меня получилось вот так. На этом все. Вот такой вот скромный, но очень-очень вкусный праздничный стол у меня получился. Я надеюсь, что вы возьмете какие-то рецепты себе на заметку. И прощаюсь с вами. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok